Для нас это направление было избрано стратегическим уже с момента образования Союза Молодежи. Королева весна – один из проектов, который мы реализуем совместно с Российским Союзом Молодежи. Кстати, приятно, что в этом году Светлана Горбачева, наша победительница нашего республиканского тура, стала победительницей международного конкурса «Королева весна». Традиционно уже более 20 лет на границе трех стран – России, Латвии и Беларуси – проходит лагерь «Беларусь». По сути, это тоже фестиваль под эгидой союзного государства. И, конечно же, знаковым в последние годы для нас является создание сводных российско-белорусских студенческих отрядов. Ребята с огромным удовольствием работают, и не только из России ребята приезжают к нам. Вот я уже рассказал о всебелорусской стройке в островце, строительстве атомной станции. Но и наши бойцы студенческих отрядов принимают участие в этих российских стройках. В частности, несколько лет подряд наши студенческие отряды выезжали на Ямал на строительство газового месторождения. Эмоции колоссальные. И отрадно, что наши бойцы не затерялись. По результатам прошлого года, когда работала вот эта вот стройка российская, из 41 отрядов всех, наши заняли третье место по производственным показателям. То есть наши ребята умеют не только достигать каких-то успехов творчественно и хорошо работать, и этому дается оценка. Что касается перспективы развития, то, безусловно, мы будем продолжать реализацию других проектов. Сегодня уже говорили про проект «100 идей для СНГ». Опять же, вот это взаимодействие с фондом Сколково. Уверен, что таких примеров будет больше. Уверен, что нам сегодня нельзя вариться только в собственном соку. Мы должны взаимодействовать и с другими людьми.